Сейчас мы отправим с вами небольшое путешествие на этом красавчике. Как раз посмотрим, и сколько расход реальный. Сейчас мы едем со скоростью 103 км в час. Удивительно. Джили Кул Рэй у нас в комплектации лакшери. Аж есть черный потолок. Еще немножечко я доберусь до того места, где спрячу для вас подарочек. 500 рублей. Теперь едем в сторону города и подведем итоги. Ну что, ребят, сейчас мы отправим с вами небольшое путешествие на этом красавчике. Как раз посмотрим, и сколько расход реальный он будет по трассе. Так что погнали. Открываем панораму. Так как-то будет повеселее. И отправляемся. Снег, конечно, выпал вообще просто так красиво. Вы посмотрите долго. Вообще, ну классно же. Вот так вот утром выглядит Воронеж. На часах 8 и 11. Там все стоит. Тут все стоит. Можно съехать во дворы и никуда не ехать. Но мы поедем все равно. Ну что, спустя 6 минут мы вырвались из пробки. И уже направляемся к выезду из города. И спустя 2 минуты мы снова попадаем в пробку. Пока мы толкаемся в пробки, еще хочется сказать вообще. После того, как я приобрел этот автомобиль, я поехал уже практически 2000 на нем. Первое, что бросается в глаза, это дизайн, то, что тебя окружает внутри. Он стал немножечко взрослее. У него уже такие красивые мониторчики. Руль просто потрясающе, потому что начально на первых Coolray жаловались то, что видно нити обогрева, там и все такое. Здесь уже прям супер-купер. Причем перфорация, прям мне руль напоминает чем-то вот Audi, знаете, по ощущениям. О, вообще, в принципе, ходовой. Как он едет, как он разгоняется. Это вот тот же самый Coolray, что и был в Дористе. То есть, по ощущениям, все то же самое. Легенький, управляемый, все классно. Просто теперь немножечко его обновили. Красивый дизайн, лак. Это, конечно, все здорово, но вот это все постоянно царапается. То ли это заклеивать в пленку надо, то ли еще что-то. Если присмотреться, уже мелкие коцки, видите, есть. Кстати, видите, такая особенность. Вот из этих дырочек здесь обдувается стекло. А здесь нет. И здесь вот скапливается грязь, пыль и все такое. То есть, изнутри это смотрится очень забавно. Примерно вот так. Сейчас мы едем со скоростью 103 км в час. То есть, это обычно, в принципе, средняя скорость. Можно, конечно, в принципе, подразумевать 110. И в салоне, скажу вам, не так уж и громко. И знаете что? Резина китайская, которая ставилась с завода, она достаточно мягкая. Удивительно. Давайте проверим обогрев зеркал. Он включается вместе с подогревом заднего стекла. Растает или нет? Пять минут и зеркала растаяли. Все здорово. Джили Кул Рэй у нас в комплектации лакшери. Есть панорама, но нет черной крыши. Слава богу, нет вот этого ужасного спойлера. Есть место под камерой, но нет самой камеры. Также нет камеры в зеркалах. Нет туманок вот здесь вот. Суппорта у нас серебристые, не красные. Наверное, по внешности все. Внутри еще меньше отличий. Все выглядит точно так же. Даже есть черный потолок. Нет надписи батл. Контральная отделка перфорации. Не какой-то замши какой-то в топовых комплектациях. А еще нет. Распознавание знаков, адаптивного круиза контроля, слепых зон, переднего парктроника, сервобривода багажника и атмосферной подсветки салона. Ладно, не будем расстраиваться по мелочам. Зато техническая часть, коробка, двигатель у всех одинаковая. Кстати, в тачках по параллельному импорту вот такой приборки не будет. Обратите внимание. Еще немножечко я доберусь до того места, где спрячу для вас подарочек. В общем, мы приехали к замку Альденбурдски, который находится прямо в центре Рамони. И спрячу для вас я 500 рублей, которые вам хватит на сладкий какой-нибудь приз. сами себе купите или посещение самого этого музея. Недалеко от парковочки есть вот такие столбы. Один и второй. Там дальше уже касса идет. И прячем прямо за ней. И вот здесь куда-нибудь щелку засунем. Вот. Так что всем удачи. Ищите. Теперь едем в сторону города и подведем итоги, сколько мы потратили топлива и сколько километров мы проехали. Вот то самое место, откуда мы начинали. И какие же у нас получились результаты. За время поездка мы проехали 82,6 километра. Расход составил 6,4 литра. Ну, это ездило практически по трассе с небольшой скоростью в районе 100 километров в час. Только вначале были небольшие пробочки из города, когда мы выезжали. Но это мелочи. В целом, автомобиль ощущается очень приятно. Он новый. Не BMW, но пойдет. Всем удачи. Подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok